В эфире программа «Городские встречи». На ваших экранах Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии Инна Сучкова, координатор программ некоммерческой организации «Детские домики». Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Поводом к тому, чтобы вы пришли к нам в гости, стала такая благотворительная акция «Щедрый вторник». Расскажите, что это за акция, в чем ее суть? 29 ноября объявлено Всемирным днем благотворительности. С 2012 года в разных странах мира, сейчас их уже 72, проходит этот «Щедрый вторник». И в этом году «Щедрый вторник» пришел в Россию. Что же это такое? В этот день жители России, жители Вселенной, можно даже так сказать, обращают внимание на тех, кому нужна помощь. Жертвуют, совершают добрые дела, делают пожертвования фонды, делают добрые дела и рассказывают о них людям. То есть основная цель акции – сделать доброе дело, узнать про акцию, рассказать о ней другим, сделать доброе дело и опять же-таки поделиться в соцсетях. То есть мы, конечно, хотели бы, чтобы человек не просто узнал, что есть такая акция «Щедрый вторник», чтобы он пришел на работу, чтобы он пришел в компанию, семью и сказал, слушайте, есть такая акция хорошая, а давайте сделаем доброе дело. Смотрите, есть ли какие-то базовые точки, ключевые точки, где будут координаторы, может быть, или активисты, которые будут рассказывать рязанцам, ничего не знающим о благотворительном дне, в чем состоит суть? Куда стоит прийти, чтобы узнать побольше, чтобы это доброе дело совершить? На самом деле к этой акции присоединяются разные организации города. Я сегодня прочитала как раз про властную филармонию. Я думаю, что еще кто-то будет присоединяться. Надо смотреть средства массовой информации. Вот мы надеемся, что с помощью вашей передачи люди узнают. Ну и, конечно, в наш фонд всегда можно позвонить и получить консультацию. Наш телефон – 994950. Мы всегда рады всех увидеть, услышать, подсказать, проконсультировать. В большинстве стран, которых вы назвали 72, эти акции проходят уже в течение многих лет. Как правило, какие добрые дела совершают люди в дни благотворительности? В других странах, как правило, это какие-то благотворительные флешмобы, и в основном они совершают пожертвования в фонды, в организации, которым они доверяют. Это очень важно, потому что не секрет, что благотворительные организации нуждаются в пожертвования. Если сказать про нашу страну, особенно в наше время. Сейчас кризис, он, конечно, затронуло все сферы, особенно благотворительность. Но вместе с тем и нашим подопечным, нашим детям в интернатах тоже очень нужна помощь. И поэтому, конечно, мы хотели бы привлечь как можно больше пожертвований, чтобы продолжать делать наши проекты, которых у нас более 60-67. То есть, опять же таки, в нашей группе ВКонтакте можно увидеть, кому мы помогаем, собственно, и что мы делаем. Проекты могут быть разные, и помощь может быть разная. Смотрите, «Щедрый вторник», Всемирный день благотворительности – это такое большее мероприятие с целью популяризировать, да, немножечко внести в массы благотворительность для масс. Но, между тем, такие организации, как ваши, детские домики, занимаются благотворительностью круглогодичной за дня в день, и у вас каждый день является таким щедрым. Расскажите вот о своих проектах основных. Чем вы занимаетесь? Вы, конечно, уже известны в нашем городе, но все же донесите до наших телезрителей, в чем состоит суть вашей деятельности. Наш фонд работает по всей России. Я координатор программ в Рязанской области, и мы помогаем почти всем интернатам и интернатным учреждениям, это социально-реабилитационные центры, это «Дом ребенка» в Рязани и в Рязанской области. Собственно, проектов у нас много. У нас есть проект «Здоровый ребенок», в рамках которого мы помогаем детям и детям, которым нужна помощь. У нас есть проект «День профессии», в рамках которого мы знакомим детей с разными профессиями, расширяем их кругозор, помогаем определиться в выборе будущей профессии. У нас есть проект «Школа жизни», в рамках которой мы помогаем социализировать детей. У нас есть программа, большая, огромная программа «Уютный дом», в рамках которой мы помогаем детям подгузниками, одеждой, едой абсолютно всем. Поэтому в рамках «Щедрого вторника», конечно, мы рады принять не только пожертвования, но и разные товары, которые мы потом распределим по интернатным учреждениям Рязанской области. Это могут быть подгузники, книжки, одежда, новая одежда. Это очень важно, потому что в детских учреждениях, конечно, есть норма СС, настольные игры, все что угодно. Опять же, звоните, мы вам подскажем, поможем, расскажем, что вы можете подобрать для себя, для своей организации. Именно. А как возникает, допустим, у людей потребность в том, чтобы заниматься благотворительностью? Это же не приходит из ниоткуда. Может, вы свою историю расскажете или историю своих соратников, да? Как люди приходят к тому, что жить своей жизнью – это хорошо, но нужно еще и помогать другим, в частности, вот деткам, которые попали в такую трудную жизненную ситуацию в самом начале своего жизненного пути? У меня история достаточно длинная. В общем-то, с детьми я из интернатов знакома с 19 лет. Кстати, моя история в благотворительности началась именно со спонтанного перечисления. Я 500 рублей перевела девочке, вообще не из нашего города. Долго думала. Вот почему хороший этот «Щедрый вторник»? «Щедрый вторник» – это как раз тот шаг, чтобы подтолкнуть различных, чтобы подтолкнуть людей к доброму делу. Вот набраться сил, душевных сил, какие-то это, и перевести любую сумму, сделать любое доброе дело. До этого нужно дозреть. Я помогала давно, я знакома была с детьми с 19 лет. Собственно, в какой-то момент времени решила оказать помощь, тогда это была детская больница. Потом пошло-поехало, много интернатов. Оказалось, что помощь нужна многим. Помощь нужна разная. Собственно, мы стараемся донести до людей, которые приходят в благотворительность, взгляд, свой взгляд, свой профессиональный взгляд на то, где нужна помощь, какая нужна помощь. На данный момент мы стараемся ориентироваться в различных ситуациях, в различных интернатах. И почему именно в «Щедрый вторник» мы призываем оказать помощь через наш фонд? Можно же сделать самостоятельно. Да, но помощь нужна и в области. И мы знаем, что, допустим, в Елати мы нужны сейчас подгузники. Там, в другом интернате, нужны констовары. И, соответственно, вот эта вся информация держится, рассказываем, показываем. То есть, получается, вы еще мониторинг проводите, да, где какие необходимые, даже такие вот, казалось бы, базовые вещи, которые не может интернат сам приобрести, которые детям необходимы. И доносите до общественности. Как отзывчивы люди в Рязанской области? Насколько отзывчивы? Вот вы же много лет уже, кажется, смотрели. Ну, замечательный рязанцы. Фонд работает по всей России. У нас много филиалов в разных регионах. И Рязани одна из ведущих, один из ведущих городов, где пожертвования осуществляются хорошо. Приходят разные люди, откликаются разные люди. И это вообще замечательно. А смотрите, «Щедрый вторник» проводится раз в году, или же такие дни благотворительности планируется сделать регулярными? И с какой периодичностью их стоит проводить, как вы считаете? «Щедрый вторник» у нас проводится вообще впервые, поэтому мы не знаем, как он будет проводиться. Но, конечно, все, наверное, понимают, что помощь нужна всегда. А то получается, что про детей мы вспоминаем на Новый год и День защиты детей. Про ветеранов мы вспоминаем на 9 мая. А между тем, все эти люди, они живут круглый год, хорошо показывают им знаки внимания круглый год. Поэтому мы всегда рады тем, кто не забывает в течение года, что есть дети, есть проблемы, нужна помощь. И, конечно, поддерживает нас своими вкладами в доброе дело. Еще раз давайте напомним координаты, по которым можно будет обратиться с вопросами по поводу «Щедрого вторника» Всемирного дня благотворительности. Ну и просто тем, кто решит откликнуться и помочь. Повторим координаты для нашей студии. 99-49-50 – это наш телефон, по которому можно звонить. И всю информацию о наших проектах, о том, куда мы едем, а когда нам нужна какая-то помощь, мы выкладываем в нашей группе ВКонтакте «Детские домики 62». Спасибо вам, Инна, что пришли к нам в гости. У нас в студии была Инна Сучкова, координатор программ организации «Детские домики». Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова